Интрига последних дней развеяна. Буквально час назад стало известно, кто же будет представлять интересы Казахстана в России. Глава государства на этот стратегический пост назначил и Манголит Асмагамбетова, освободив от должности заместителя премьер-министра. Своё решение Нурсултан Азарбаев прокомментировал сегодня. Также президент объяснил и другие кадровые решения. В связи с тем, что сегодня пришло очень важное совещание по итогам прошлого года, год был непростой совершенно, как в внешних, так и в внутренних ситуациях, очень колебавшиеся цены на биржевые товары, которые для нас очень важны. Всё равно, я считаю, правительство в целом сработало неплохо. Мы имеем положительный результат роста экономики. Хотя, конечно, он небольшой, как нам хотелось бы. Сегодня поставлены ряд совершенно конкретных задач с участием Акимов всех наших регионов. Это будет важно в исполнении посланий и конкретизации всех работ, которые мы делаем. Кроме того, произведены некоторые кадровые перестановки. В связи с тем, что ведется в фонде Байтирек следствие по нарушениям законов и финансовой дисциплины, бывший руководитель этого ведомства и министр экономики освобожден от занимаемой должности до окончания этого следствия. В связи с этим на должность назначен Тимур Сулейменов, очень образованный, подготовленный, проходивший обучение за границей, владеющий английским языком. Тимур Сулейменов работал в аппарате Евразийского экономического союза в Москве. Я думаю, что этот выбор неплохой. В связи с тем, что стоят большие задачи перед Министерством здравоохранения, решили разделить Министерство социального обеспечения и здравоохранения. Министром назначен Эльжан Бертанов, подготовленный, молодой человек, прошедший школу, соответствующую, дважды работавший заместителем министра здравоохранения. Надеюсь, что он, как специалист медицины, как специалист-менеджер, выправит эту работу и создание фонда медицинского страхования будет разъяснено народу как следует. А я уверен, что это выгодно для каждого человека и наведет порядок в этом министерстве. Еще одно серьезное назначение – это у нас освобожден посол Казахстана в России. Марат Тажин перешел в аппарат президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве им. Галину Ругалиевича Тасмагометова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание – именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва – это нас основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, все это будет во благо наших дел, во благо страны.